Это удивительное растение, которое растет практически повсюду вокруг нас, считается сорняком и не получает достаточного внимания, несмотря на свои ценные лекарственные свойства. В данном видео речь пойдет о подорожнике, который предоставляет нам широкий спектр возможностей для укрепления здоровья и борьбы с различными проблемами. Подорожник оказывает заживляющее действие на кожу. Прикладывание листьев подорожника к коже помогает в лечении царапин, ожогов, укусов насекомых, сыпи, язв и ран. Подорожник обладает способностью останавливать кровотечение, как наружное, например, при порезах, так и внутреннее, например, при язвах желудка. Листья подорожника содержат ценный и биологически активный компонент лантаин. Это натуральное вещество, которое играет ключевую роль в процессе регенерации тканей и стимулирует образование новых клеток. Поэтому листья этого растения имеют выдающееся целебное свойство и могут использоваться для лечения различных кожных проблем. Прикладывание листьев подорожника к коже является одним из самых простых и эффективных способов использования их лечебных свойств. Когда листья подорожника применяются на кожу, они высвобождают свои полезные компоненты, которые действуют локально на пораженных участках. Для лечения царапин, ожогов, укусов насекомых, сыпь, язв и ран можно приложить свежие вымытые листья подорожника непосредственно на проблемные места. Листья можно немного размять в руке, чтобы выделить сок и затем приложить их к коже. При этом они образуют защитную пленку, которая ускоряет процесс заживления, уменьшает воспаление и снимает боль. Несмотря на все преимущества, стоит помнить, что подорожник не является панацеей и в случае серьезных травм или обширных ожогов необходимо обратиться за профессиональной медицинской помощью. Однако в повседневных ситуациях использование листьев подорожника может оказаться полезным и эффективным методом. Многие не знают, но подорожник также эффективен в борьбе с акне и розоцеей, двумя распространенными проблемами кожи, которые могут быть не только неприятными, но и снижать качество жизни. Акне – это состояние кожи, при котором на поверхности кожи образуются угри и прыщи, что часто сопровождается воспалением и покраснением. Акне обычно связано с повышенной жирностью кожи и застоями в порах. Розоцея – это хроническое состояние кожи, которое проявляется покраснением, расширением капилляров и появлением высыпаний, чаще всего на лице. Это состояние часто приводит к чувству жжения и раздражения кожи. Одним из ключевых факторов, делающих подорожник эффективным против акне и розоцея, является его содержание алантаина. Алантаин способствует регенерации тканей и стимулирует образование новых клеток, что помогает ускорить процесс заживления и снизить воспаление на коже. Как использовать подорожник для борьбы с акне и розоцея? Есть несколько способов. Прикладывание листьев подорожника. Свежие листья подорожника можно приложить прямо на проблемные участки кожи. Это поможет уменьшить воспаление, снять покраснение и ускорить процесс заживления. Просто разомните лист в руке, чтобы выделить сок и приложите его на кожу. Держите лист на месте несколько минут и затем смойте водой. Чай из подорожника. Приготовление чая из подорожника также может быть полезным для борьбы с акне и розоцея. Заварите листья подорожника в кипятке и дайте настояться несколько минут. Затем процедите и пейте этот чай. Он может помочь уменьшить воспаление и улучшить состояние кожи. Применение смеси подорожника с другими растениями. В некоторых случаях смешивание подорожника с другими лекарственными растениями может усилить его лечебное действие. Например, смешивание подорожника с листьями алоэ вера или медом может помочь улучшить состояние кожи при акне и розоцея. Однако стоит отметить, что каждый организм индивидуален и реакция на подорожник может различаться. Если у вас есть серьезные проблемы с кожей, перед использованием подорожника рекомендуется проконсультироваться с дерматологом, чтобы получить рекомендации и правильное лечение. Второе действие растения – противовоспалительное. Подорожник обладает противовоспалительными свойствами, которые могут успокаивать воспалительные процессы на коже и слизистых оболочках. Он может быть полезен при воспалении слизистой оболочки, кашле, раздражении горла и других дыхательных проблемах. Прикладывание листьев подорожника к воспаленным участкам слизистой оболочки или использование его в виде чая может снизить воспаление. Когда подорожник используется в виде чая или прикладывается, его активные компоненты высвобождаются и действуют на пораженные участки. Они помогают уменьшить отек, улучшить кровоснабжение и снизить покраснение. Это способствует ускорению заживления и облегчению состояния. Подорожник также может быть полезен при кашле и раздражении горла. Противовоспалительные свойства помогают смягчить раздраженные ткани и снизить отек, что может облегчить кашель и уменьшить дискомфорт в горле. Один из способов использования подорожника при дыхательных проблемах – приготовление чая из свежих или сухих листьев растения. Для этого залейте столовую ложку измельченных листьев подорожника стаканом кипятка, дайте настояться несколько минут и процедите. Чай можно пить теплым несколько раз в день. Для внешнего применения листья подорожника можно размять в руке и приложить к пораженным участкам слизистой оболочки. Однако, как и при использовании любых лекарственных растений, перед применением подорожника для лечения дыхательных проблем рекомендуется проконсультироваться с врачом. Особенно если у вас есть хронические проблемы с дыхательной системой или аллергия. В некоторых случаях подорожник может быть эффективен в сочетании с другими лекарственными растениями или терапией. Поэтому профессиональные рекомендации помогут выбрать наиболее подходящий и безопасный способ использования. Следующее действие – противомикробное. Аукубин, содержащийся в подорожнике, является противомикробным средством, что означает, что он способен бороться с микроорганизмами, такими как бактерии и другие возбудители инфекции. Аукубин способен подавлять рост и размножение бактерий. Это свойство помогает остановить инфекционные процессы и предотвратить дальнейшее распространение бактерий в организме. Аукубин может помочь укрепить иммунную систему организма, что способствует лучшему сопротивлению инфекциям и болезням. Из-за своих противомикробных свойств аукубин часто используется для лечения различных инфекций, таких как дыхательные инфекции, инфекции мочевыводящих путей, инфекции кожи и других инфекций, вызванных бактериями. Подорожник как источник аукубина может употребляться в различных формах, таких как чай, настой, экстракт или капсулы. Как применяет подорожник? Наружное применение. Листья подорожника можно просто прикладывать на пораженные участки кожи или растирать их в руке до получения сока, а затем использовать как лечебное средство. Чай из подорожника. Для приготовления чая из подорожника используют свежие или сухие листья. Заливать столовую ложку измельченных листьев стаканом кипятка. Дают настояться в течение 30 минут и процеживают. Чай пьют по 1 третьей стакана в день после еды. Такой чай помогает при болях в желудке, язвах желудка, геморрое и инфекциях мочевого пузыря. Салаты из сок из подорожника. Молодые листья подорожника можно использовать в салатах, смешивая их, например, с листьями одуванчика. Также можно приготовить сок из листьев подорожника, который полезен для очищения организма, улучшения работы дыхательных органов и обмена веществ. Важно, при сборе подорожника следует избегать мест с высоким содержанием тяжелых металлов, пестицидов или других загрязнений, так как растение может поглощать вредные вещества из почвы. Подорожник обладает множеством полезных свойств, но у него также есть некоторые противопоказания. Аллергические реакции. Некоторые люди могут быть аллергичны к компонентам подорожника. При первом применении рекомендуется сделать тест, нанеся небольшое количество сока или настоя на кожу и наблюдая за реакцией. Если возникнут покраснения, зуд или другие признаки аллергии, использование подорожника следует прекратить. Применение подорожника детьми и беременными. При использовании подорожника детьми и беременными следует быть осторожными. Хотя листья подорожника часто использовались как наружное средство оказания первой помощи детям, внутреннее употребление или применение беременными может быть нежелательным без консультации врача. Сахарный диабет. Подорожник содержит углеводы и поэтому людям с сахарным диабетом рекомендуется контролировать уровень сахара в крови при употреблении продуктов на основе этого растения. Взаимодействие с лекарствами. Перед применением подорожника вместе с лекарствами необходимо проконсультироваться с врачом, чтобы избежать нежелательных взаимодействий. Хотя подорожник считается безопасным растением, перед его применением для лечения болезней рекомендуется проконсультироваться с врачом. Будьте здоровы!